Великой Отечественной войны На выставке представлены произведения из мастерской художника, из коллекции Ульяновского областного художественного музея и других собраний. Виктор Алексеевич Сафронов принадлежит к числу выдающихся мастеров отечественной живописи второй половины 20-го начала 21-го столетия. Его картины, портреты, пейзажи – свидетельства напряженных глубоких раздумий о судьбе русского человека в разные периоды развития советской и постсоветской цивилизации. Народный художник России «Современного изобразительного искусства» имени Фешина. В 1953 году Виктор Алексеевич окончил Горьковское художественное училище. С 1969 года живет и работает в Ульяновске. Сафронов начинал свой творческий путь в то время, когда формировалась плеяда художников-шестидесятников, бывших фронтовиков и тех, чьи детство и юность прошли в годы войны. Их объединяло сознание своей призванности, своего долга, противопоставить лыжи и фальши, царившей на выставках 40-х-50-х годов свой взгляд на мир. Искусство 60-х вошло в историю под названием «сурового стиля», и раннее творчество Сафронова легко укладывалось в проблематику этого стиля. Одна из первых его картин, замеченных критикой, «Землемер» 1965 года. Во всем облике бывшего солдата читается могучая внутренняя сила, стойкость и упорство. В картине «Землемер» проявилась и характерная для искусства суровых тяготение к крупной форме, монументальность, лаконизмокомпозиции, смелая широкая живопись. С картинами «Землемер» и «Вставая страна» 1941 года к художнику пришел первый успех. Среди картин, написанных в 60-х годах, есть одна редко показываемая на выставках – «Контузия. Неизвестный солдат» 1967 года. Вытянутая по горизонтали композиция заставляет с физической силой ощутить мощное притяжение Земли, не отпускающие из своих объятий контуженного солдата. Картина «Контузия» положила начало работам, где выбор эпизода потрясает зрителя своей страшной правдой. И эта предельная достоверность передачи безмерных страданий, выпавших на долю военного поколения, – одно из главных средств, которым художник достигает выразительности в своих произведениях. В 1969 году на зональной выставке в Ульяновске появились его ныне известные картины – «Солдатское письмо» и «Клятва». Последовательная объективность в изображении событий войны, мужественная простота и строгость героев определили успех этих картин, показанных на всесоюзных и зарубежных выставках 1970-71 годов. Картина «Солдатское письмо» свидетельствовала о глубоком внимании художника к внутреннему миру человека, о следовании традициям русского искусства XIX столетия. Эта плодотворная линия сафроновского творчества, проникнутая стремлением к серьезному постижению характера человека, поставленного в драматические условия военного времени, нашла продолжение в произведениях 80-х годов – «Прощание», «Соната над озером». Просто и непредвзятое, без малейшей идеализации решен художником образ солдата в картинах Полиптиха «Ценою жизни» 1974 года. «На фронт, политрук вернулся». Автор словно боится упрека в излишнем пафосе. В отборе натуры проявилась принципиальная позиция художника, которой он верен и по сей день. Его герой вышел, кажется, из самой глубины народной жизни. Центральное место в цикле занимает картина «Гвардейское знамя». Сквозное действие, пронизывающее все части Полиптиха, достигает здесь кульминации, поднимаясь до высот подлинной трагедии. Огромные внутренние силы привлекают образы солдат в картине «Клятва». Выразительна композиция с высоко поднятой линией горизонта. Фигурам словно тесно в рамках холста. Сдерживаемая до поры мощь этих людей готова развернуться с энергией сжатой пружины. Напряженная экспрессивная живопись, построенная на контрастных больших цветовых пятен, придает картине романтическое звучание. Произведения Сафронова 1970-80-х годов стали классикой российского искусства. Грандиозные многочастные эпопеи «Ценою жизни», «Завещано помнить», такие картины, как «Коммунисты вперед», «Последний диск» и другие занимали центральные позиции на крупнейших выставках, посвященных Великой Отечественной войне. В первой половине 1980-х годов художник обращается к традиционной для русского искусства хоровой сюжетно-тематической картине. В 1979-80-м годах создано грандиозное по масштабу полотно «Тяжелая година». Приступая к картине, Сафронов писал «Думая о сегодняшнем дне, мы невольно обращаемся к истории. Мне давно хотелось в большом многофигурном полотне попытаться решить тему духовной мощи народа в годы тяжелых испытаний. Именно в этой духовности мы черпаем силы сегодня». Художник работает сразу на большом холсте, минуя стадию поисков композиций в эскизах. Будущая картина возникает в его воображении во всех своих сюжетных подробностях. Но закажущейся легкостью года невероятно напряженного труда, мучительных размышлений, переживаний. Мысль о том, что война – результат безумия политиков, когда все жертвы – и защитники, и захватчики – впервые возникла в одной из лучших картин 80-х годов «Граница. 22 июня» из цикла «Завещано помнить». В свое время она вызвала гнев ответственных работников. Тема гибели юного солдата, защищающего границу в первые часы войны, решена в этой картине целомудренно и строго. Смерть здесь кажется прекрасной и возвышенной, она искупает и грех врага, ибо не ведал, что творил. Людей, по мысли автора, должно объединять нечто, стоящее над расовыми, классовыми, социальными и иными предрассудками. Даже в невозможно страшном, по изображенной ситуации, сюжете картины «Дальше идти нельзя» в облике немецкого офицера, истязающего в пленного бойца, читается полная пустошенность и понимание ужаса, происходящего с ним и его солдатами. Виктор Алексеевич, словно в поисках красоты и вдохновения, на протяжении всей своей творческой жизни постоянно обращается к чистому пейзажу и находит возможность в этом жанре высказаться о волнующих его проблемах. Именно в картинах на военно-исторические темы пейзаж играет не воловажную, а порой главенствующую роль. Для художника огромное значение имеет такая фундаментальная категория, как земля. Взгляд на землю, когда она застилает горизонт, рождает всякий раз новые смысловые оттенки в образном строе картины. Земля, как символ Родины в клятве. Как последний приют в картине «Товарищ мой». Как материнское поле для солдата, павшего на границе 22 июня 1941 года. Как цветущий рай, оскверненный захватчиками в одной из военных картин Сафронова с символическим названием «Смерть художника». В последние десятилетия на его вернисажах нередко картины, где образ, исполненный боли и сострадания, иронии и сарказма, трудных размышлений о судьбах страны и людей, рождается из сопряжения реально истолкованных деталей и знаков, символов, разнопространственных сопряжений, разрывов. Будучи перерожденным живописцем, он органично ощущает себя в стихии беспредметного искусства. Центральное место на юбилейной персональной выставке Сафронова в 2017 году занял многочастный полиптик «Провальное вероломство». Полиптик начинала картина «Обстрелянные. Беженцы». Обращает на себя внимание неожиданное и смелое решение композиции. В левой части картины посреди пустынного луга старуха Беженка пытается заслониться от страшной реальности. Мир перевернулся в одно мгновение. Художник резко меняет пространственную ориентацию изображения, заставляя зрителя почти в упор увидеть поверженных на землю людей и летящие над ними самолеты. Столь же дерзкое композиционное решение применено и в картине «Вторжение», являющейся частью политика. Огромный плакат с черно-белым портретом Сталина прорван. Сквозь сияющие отверстия проступают черный мрак и огни пожарища. В пространство вторгается группа вооруженных веселящихся гитлеровцев. На соединении различных пластических способов работы над воплощением замысла художник добивается необычайно действенного отражения трагедии первых дней войны. Главное место в композиции Полиптиха заняли четыре небольшие по размеру картины, расположенные в форме креста. И в этом экспозиционном приеме был заложен глубокий смысл. Уже сами названия картин передают всю тяжесть этих бесконечных четырех лет войны. Стоять насмерть, поджигатели, тыл фронту, сумрак. И, наконец, мощно и сильно прозвучала тема поражения немецких войск в последней картине цикла «Крах». В центре композиции взятый крупным планом портрет солдата Рейха, израненного, гибнущего от русского холода. Огромное пространство на наших глазах поглощает захватчика. Включение в картину изображения странно торжествующего Гитлера, стеркающих пустыми глазницами черепов завоевателей, решительно увеличивает временной диапазон произведения. История вторгается уже надписью «Майн камф», а завершиться ей суждено судом Фемиды. Изображение античной богини с весами и мечом в руках ставит точку в этом историческом повествовании. Тема Великой Отечественной войны и сегодня по-прежнему ведущая в живописи Сафронова. Война, окрасившая в драматические тона детства художника, наложила свой отпечаток на всё его творчество. Он писал, «Слово «война» для меня, человека в летах преклонного возраста, не пустой звук. Оно имеет острый ощутимый смысл, в котором содержится понятие масштабного зла огромной трагедии всего человечества. Виктор Алексеевич Сафронов, работая над художественной летописью Великой Отечественной войны, создал подлинную эпопею народного подвига.